Правительство Тувы утвердило стратегию развития охотничьего рыболовного туризма до 2030 года. Документ, разработанный Госкомохотнадзором Республики, содержит общее положение, характеризующее современное состояние охотничьего хозяйства, определяет цели, ключевые задачи и приоритетные направления его развития, а также ожидаемые результаты. Авторы стратегии убеждены, что потенциал охотничьих угодий Тувы, занимающих 15 миллионов гектаров или 89% всей территории, может и должен использоваться с большей пользой для республики. В настоящее время, по словам председателя Госкомохотнадзора Республики Геннадия Кулара, богатейшие охотничьи ресурсы не приносят Туве практически никаких доходов. В региональном продукте их доля исчисляется всего лишь 1,00%. На первом этапе до 2019 года Госкомохотнадзор запланировал создание шести охотничьих хозяйств. До 2025 года их численность, как ожидается, вырастет до 15. Всего же в республике должно быть сформировано не менее 20 таких хозяйств различного профиля, в аренду которым будут переданы до 30% всех охотничьих угодий. Соглашениями, которые созданные охотхозяйства подпишут с муниципальными и региональными властями, предусмотрено, что они возьмут на себя весь комплекс работ по охране, использованию и воспроизводству охотничьих ресурсов в границах, закрепленных за ними угодий, строительству необходимой инфраструктуры, развитию охотничьего рыболовного туризма. В результате реализации задач, сформулированных в стратегии к 2030 году, численность основных видов охотничьих животных должны вырасти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. При каждом из охотничьих хозяйств будет создано не менее трех рабочих мест – это главным образом охотоведы и егеря. Кроме того, реформа способствует сохранению биологического разнообразия на территории республики, повышению доступности организованной охоты и качества услуг в этой сфере, развитию въездного охотничьего туризма, привлечению дополнительных инвестиций в регион. Также предполагается, что уровень браконьерства в Туве снизится вдвое.